Сильвио Марин Если Каролина выиграет суд, одних акций, ей будет мало. Она зла на тебя и отберет все состояние нашей семьи, добытое трудом трех ее поколений. Если это она его выиграет, но ей этого не удастся. Откуда же такая уверенность? Да, я землю переверну, чтобы найти негодяя, с которым Каролина наставила мне рога. И я докажу ее неверность. Вот так, брат, до встречи. Эстебен, постой! Тебе лучше забыть об этом. Твои попытки принесут тебе лишь разочарованию. Пойми, в случае с Каролиной будет гораздо лучше отдать часть, чем потерять все. Да что с тобой, Сильвио? Это вопрос не столько денег, сколько попранного достоинства. Брат, мне нужно знать, что серьезные отношения существуют, что между любящими и уважающими друг другу людьми бывает доверие. А если Каролина получит мои акции после того, как изменяла мне, это будет несправедливо. И я вряд ли когда-нибудь смогу оправиться от удара. И что ты собираешься делать? У меня уже есть адвокат, который будет представлять меня в суде. Вот как. Кто он? Глория Вальбуэна. Что? Эстебен, перестань, синьорита Глория Вальбуэна может разбираться в регламентировании телекоммуникации, но для суда тебе надо найти специалиста по разводам. Не забывай, что Каролина Копель наняла лучшего из них, и тебе теперь надо раздобыть кого-то, кто бы был лучше Роландо Сарате. Я не думаю, что это синьорита Глория Вальбуэна. Я верю в Глорию. И, по-моему, мы начали правильно, как и следует в данном случае. Из чего же вы начали? Мы выясняем, кто был любовником Каролины. Глория этим занимается. Если она его найдет, победа у нас в кармане. Каким же образом вы это выясните? Если кто-то видел, или это было недавно, а может Каролина сама тебе помогла, подсказала, то он. Сильвю, доверься мне хотя бы раз в жизни. Пожалуйста, не беспокойся. Это не твоя проблема. Ты и так из-за всего этого пережил стресс. Лучше иди домой. К своей семье. Поверь. Оказаться в подобной ситуации, стать жертвой такой лживой предательницы, как Каролина, я не пожелаю никому. Но... Ты не переживай. Я придумаю, как мне дожить это время. Это просто необходимо. Дона Стебен меня спас и сделал мне искусственное дыхание. Нет. Конечно, он мне не нравится. К тому же... Рамона, разве можно думать о мужчине, окруженном самыми потрясающими женщинами страны? Он ведь не верит в любовь. Бывшая жена его бросила. Да я бы ни за что не стала встречаться с тем, кто не верит в любовь. Какая же я глупая. Не понимаю, как мне в голову пришло, что я могу быть рядом с Эстебеном Марином. К тому же, он на меня даже и не смотрит. Алло. Эстебен, привет, прогульщик. Ты сейчас из офиса на целый день. Как ты? У меня все отлично. Спасибо. Да? Ты один? Да. А что ты делаешь вечером? Он обещает быть чудесным. А знаешь, Соль, после твоих слов, мне захотелось с кем-нибудь встретиться. Не хочу оставаться один. Да? Какое совпадение. Я тоже не хочу оставаться одна. Пожалуй, я встречусь с одной замечательной девушкой. Как ты думаешь? Да, да, да. Соль, все в порядке? Да, в порядке. Думаю, тебе нужно пригласить эту девушку на свидание. Я уверена, что она согласится. Да, знаешь, тогда я назначу ей свидание. Ну ладно, Соль, увидимся завтра в офисе. Завтра? Да, Соль, ты меня извини. Хочу позвонить этой замечательной девушке. Пока. Идиот. Идиот. Ни за что не мог предугадать, какой неприятный сюрприз меня ждал. Он явился предвестником того, что случилось несколько лет спустя. Кто это может быть? Наверное, ошиблись. А может, это Дона Эстебен, Рамона? Нет, не думаю, что он мог. Хотя я была бы счастлива, если бы он приехал. Пойду посмотрю. Глорита. Глорита, Глорита. Я не буду Борисом Корридо, если этой ночью ты не станешь моей. Если Эстебен Марин сорвал один твой поцелуй, то я сорву тысячу. Я все могла представить, кроме того, что на пороге моего дома будет стоять Борис. И что за этим последует. Я в то время доверяла ему слепо, он казался мне славным малым. Я же не знала, что он опасный безумец, который через несколько лет попадет в тюрьму до сумасшедших. Глорита, мне так неудобно, что я беспокою тебя в такое время, но я не видел тебя на работе и не знаю, уволили тебя или нет, поэтому я сказал себе, Борис, ты должен узнать, как там Глорита. И вот я здесь. Это очень мило, Борис. Ты за меня так волнуешься. Спасибо тебе. К тому же я хотел поговорить с тобой еще кое о чем. С тобой что-то случилось, Борис? Нет, ничего не случилось, наоборот. Но мне не хотелось бы обсуждать это здесь. Может, мы войдем? Да, конечно, проходи. Спасибо, Глорита. Прошу. Можно? Да, конечно. С твоего позволения. В чем дело, Вальбуэна? Ты не могла бы звать меня по имени, а то я будто с твоим отцом говорил. Хорошо, Винстон, знаешь, мне кажется забавным то, как ты на меня смотришь. И как, по-твоему, я на тебя смотрю? Как будто я тебе нравлюсь, но ты не решаешься признаться. Виктория, я смотрю на тебя так, только потому, что не могу выбросить из головы генерала. Да неужели? Ты что же, влюблен в моего папу? Я? В генерала? Ну, нет. Просто если этот сеньор о нас узнает, он меня уничтожит, Виктория. Здорово выкрутился. Решил все скрывать? Правильно? Да ничего я не скрываю. Очень в этом сомневаюсь. Хотя, возможно, тебе они нравятся... Женщины? Нет, господи, это о том же. Ты сказал и это? Нет, в смысле все женщины. Я обобщил, когда парень не сдается на первом свидании, вы сразу начинаете подозревать, что он гей. Нет, не надо обобщать. Перед тобой женщина из плоти и крови, да еще какая. Или ты просто хочешь произвести на меня впечатление? Виктория, пойми, ты дочь нашего генерала, а генерал мой шеф. А кто тебе сказал, что он что-то узнает? Ну, не знаю, здесь столько народу сплетни пойдут. А может, ты боишься? Боюсь. Я, Винстон Альфонсо. А чего же я боюсь? Не знаю. Я сама хотела бы это узнать. Виктория, думаю, ты должна знать одну вещь. Какую? Дело в том, что сегодня... Все свалилось на меня. Мой первый день на службе у генерала Гомеса Сильва. Первый же день. Только представьте, сначала сеньора, а потом и дочка. К этому моменту я уже знал, кто из них двоих мне нравится. Сеньора и Гледис, это было классно, безудержная страсть, граничащая с безумством. А с Викторией... С Викторией приключения, а возможно, даже любовь. В общем, это было слишком для моего робкого сердца. И я сказал себе, Винстон Альфонсо, давай поступим просто, предоставим все судьбе. Так я и сделал. Верил свою жизнь судьбе. Ну что? Ничего, Виктория, не обращай внимания. Не надо, ничего не говори, наверняка. Ты хочешь признаться, что у тебя есть другая? Нет, никого у меня нет, клянусь. Если дело не в этом, тогда в чем? Если это из-за папы, не волнуйся, его я возьму на себя. Я рисковая девчонка, особенно, когда рискую ради удовольствия. Ясно. А тебе не кажется, что мы продвигаемся слишком быстро? То же самое говорили Монтои, но у нас, на мой взгляд, все совсем иначе. Поверь мне. Твой кофе сейчас будет готов. Глорита, не беспокойся. Для меня удовольствие находиться в твоем доме и, тем более, принимать угощение из таких красивых ручек. Борис, мне так неудобно, у меня беспорядок. Но я была страшно загружена, и времени ни на что не осталось. Ничего, Глорита, я, например, сам могу постирать и погладить, и к тому же, я уверен, что если ты захочешь, то станешь прекрасной домашней хозяйкой, лучшей во вселенной. Сразу видно, что ты меня не знаешь. Но как бы там ни было, большое спасибо за твою тактичность. Наверное, твои ручки созданы для более деликатной работы, для вышивания или кулинарии. Честно говоря, я в этих вещах не очень-то разбираюсь. Да? Да. Но ведь ты могла научиться. Да, но так и не научилась. К тому же, эти навыки не пригодятся мне в моей работе, в моей новой работе в Селукоме. Верно, верно. Я об этом забыл. Поздравляю, Глорита, поздравляю тебя. Это большое достижение. Я знал, что если ты поговоришь с Доном Сильвио, он поймет, какая ты замечательная женщина. Большое спасибо, Борис. Но на самом деле, благодарить я должна Дона Эстебана. Это он пригласил меня на собеседование, все время поддерживал меня и был рядом. Что это за машина под чехлом? Она может принадлежать только одному человеку? Неужели? Что может делать Робокоп в Доме Глории? Если бы ты знал, сколько раз я слышал, как женщины восторгались Эстебаном и Марин. Жаль только, что все кончалось одним и тем же. Чем? Все кончалось очень плохо, Глорита, полным разочарованием. Возьми, к примеру, Каролину Копель. Ты считаешь, что этот тип поступает справедливо с такой элегантной и благородной дамой? Ты это серьезно, Борис? Мы как будто говорим о двух разных людях. Вот, возьми твой кофе. Спасибо, нет. Мы говорим об одном человеке с двумя разными лицами. Он рассказывает женщинам, как он ими восхищен, а за их спиной говорит о них гадости и сплетничают. А что он говорит? Нет, Глорита, я не могу тебе это пересказать, я не решаюсь. Борис, раз уж начал, договаривай. Хорошо, он говорит о женщинах, как об одноразовых салфетках. Использовал и выбросил. И все. Все. Извини. О, нет. Да Глорита, что случилось? Позволь, я помогу. Нет, не надо, не надо. Уж такой сегодня день. Посиди здесь, а я пойду переоденусь. Я быстро. Подожди меня, ладно? Какая же я растяпа. Если двое решили встречаться, сначала надо выяснить, взаимны ли их чувства. Бинстон, я тебе нравлюсь? Да, я не стану отрицать, что вы, Синелита Виктория, очень красивая девочка. Нет, я не девочка. Мне уже 18, и на вопрос ты не ответил. Мой ответ, конечно, да. Ты мне нравишься, но я немного, немного боюсь. И, как ты понимаешь, не тебя. Ты опять про папу. Я не только про папу, но и про маму, сеньору Глэдис. Нет, нет, она мне не мать. Не понимаю, какое отношение ей имеет к этому Глэдис. А вот такое, что она тоже член твоей семьи. Как, например, твоя бабушка, дядя, кузены, племянники. И если кто-то из них узнает, меня не раздумывая, отправят на гауптвахту и сделают это обязательно. А разве ты не готов на эту жертву ради меня? Каково? Сеньорита Виктория решила заставить меня пострадать даром. Уж не знаю, что на нас мужиков находит, только мы всегда ищем женщину, которая нас так подцепит, что мы приклеиваемся к ней, как марка к конверту. И уже никуда. Я правильно выразился. И в искусстве клеить сеньорита Виктория была просто... Девушки отдыхают... Посмотри, кто там. Наверное, это соседка. Посмотри. Конечно, Глорита, не беспокойся. То, что Эстебен Марин сунул свой мерзкий нос в дом Глориты, было даже хорошо. У меня появилась отличная возможность приступить к контратаке. Да, к контратаке. Это была первая ошибка из множества допущенных этим недоумком. Кто там? Извините. Дона Стебен, даже неудобно. Я в таком виде, как... Вы поживаете, а вы, Борис? Хорошо. Да, сеньор, слава Богу, все прекрасно. А что вас сюда привело? В этот момент мне хотелось провалиться сквозь землю. Я даже представить себе не мог, что дверь в доме Глори мне откроет этот тип в таком виде. Я до сих пор это помню, и во мне закипает кровь. Но больше всего в эту минуту меня задело то, что раньше я всегда выходил победителем в ситуациях с женщинами, а теперь впервые я ощутил горечь поражения. Сеньор, какой сюрприз. Я и не думал, что вы заглядываете в такие квартиры. Да дело в том, что... Что я оказался неподалеку в этом районе и вспомнил, что... Глория живет здесь. Да, она живет здесь. Вот я и решил заехать, обсудить некоторые рабочие вопросы. Нет, сеньор, вы не должны мне ничего объяснять. Просто взгляните на часы. Уже довольно поздно, и моя кошечка уже мурлычет в своей постельке. Красавица моя. Но если это срочно, я ее позову. Нет никаких проблем. Правда. Нет, правда-правда, я ее позову. Серьезно, нет, нет, нет. Не нужно, это не срочно. Борис, лучше я поговорю с ней завтра в офисе. Что ж, доброй вам ночи. И сладких снов вам. И вам того же, сеньор. Будьте осторожны на выезде. Здесь очень неспокойно. Будьте осторожны. До свидания. Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни, и первое из многих, что я пережил позже, по милости Глории Вальбуэн. Я был бессилен, поскольку понимал, что она с Борисом, а следовательно, не желала общаться со мной. Это была одна из самых прекрасных ночей в моей жизни. Благодаря моей прекрасной идее, я доказал этому зазнайке, что если речь идет о войне за любовь Глории, ему меня не одолеть. Я готова. Отлично. Борис, что случилось? А что? Что-то не так. У тебя волосы растрепаны. А, извини, Глорита. Не смотри на меня. Дело в том, что я упал, пошел открывать дверь, споткнулся и растянулся. Сейчас, подожди секундочку, я причешусь и буду, как всегда. Все приведу в порядок сейчас. Ты такой аккуратный. Уже вечер. А ты в полном порядке. Да. Дело в том, что внешность отражает то, что у человека внутри. Если ты не опрятен, то и мысли у тебя грязные. Тогда я попаду в ад. Ты только посмотри на меня. Нет, Глорита, ты просто своеобразная. А, кстати, кто приходил? Кто звонил? Одна сеньора. Она искала каких-то Тельесов. Спросила, здесь ли они живут. Я сказал, что Тельесы здесь не живут, если только твоя вторая фамилия не Тельес. Нет, но странно, что она кого-то ищет в такое время. Это странно. Нет, нет, Глорита, нет. Не надо думать о том, что не имеет значения. Лучше послушай, что я тебе скажу. Это очень важно. Борис, не пугай меня. Я что-то сделала не так? Нет, ну что ты. Ничего подобного. Наоборот. И все же, выслушай меня внимательно. Иначе я захлебнусь словами, что так и колокочут у меня внутри. Ну, вы в курсе, тот, на кого покажет, говорит правду или выполняет желание того, кто сидит напротив. Так, рассаживайтесь. Рассаживайтесь. Линстон, присоединяйся к нам, мы не кусаемся. Да? Да. Спасибо, просто я не умею играть в эту игру. Давайте я просто постою и посмотрю. Может, научусь. Нет, нет, это очень простая игра. Нужно только желание играть. А поскольку ты в нее никогда не играл, тебе первому и крутить. Давай, крути, крути. Крути. Вики. Хорошо, хорошо. Вики, решай. Правда? Или? Желание. Желание. Все, все, все. Тогда мы хотим, чтобы ты поцеловала... Винстона. Поцелуй. Поцелуй. Нет, нет. Перестаньте, перестаньте. Ну, ладно, 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 ладно. Виктория, подумай о папе. Вспомни о генерале. Вспомни о нем. Поцелуй, поцелуй. Нет, Глория не может быть с этим типом. Она бы сказала мне. Но тогда что он там делает? Если я не выясню, что между ними происходит, я не смогу сегодня заснуть. Надеюсь, это срабатывает не только в кино. Послушай, Глорито, тебе это может показаться странным, но для меня ты и я стали одним целым с тех пор, как мы встретились. Ты озарила мою жизнь своим присутствием. Ты не только добилась моего расположения, что весьма сложно, потому что я очень сконцентрирован на работе, но и похитила мое сердце. Если бы только можно было сказать, раступись земля и тотчас провалиться. Я едва знала Бориса, а он уже признавался мне в любви, а главное, я не знала, как его остановить. Поначалу, Глорито, я старался заглушить это чувство, но оно становилось все сильнее, пока я не перестал его контролировать. Если бы ты знала, что я чувствую, Глория. Я еще не встречал такую женщину, как ты, красивую, милую, полную очарования. Если я стану перечислять все твои достоинства, я никогда не закончу. Поэтому ограничусь тем, что расскажу, какие чувства ты вызывала во мне все это время. Глория, Вальбуэна, я безумно в тебя влюблен. Ты женщина, с которой я хочу прожить остаток дней, и пусть эта ночь станет свидетелем моей вечной любви. И я не хочу потерять тебя, Глорито, и хочу просить, чтобы ты дала мне шанс. Сначала Борис открывает мне дверь практически в трусах, а потом я вижу, как они целуются. Не понимаю, почему я не убрался оттуда в тот самый миг. Не пришлось бы потом страдать от головной и сердечной боли. И почему это так бывает, что когда человек выбирает ошибочный путь, ему так трудно остановиться и повернуть назад. Я в тот момент этого не сделал. Возможно, потому что я отчасти мазохист. Я остался висеть на решетке, наблюдая, как Глория хоронила мои надежды на ее счет. Борис, Борис, постой, подожди. В чем дело? Тебе не кажется, что ты торопишься? Глорито, для любви нет временных рамок. Я влюбился в тебя, как только увидел. Но я не чувствую, что я готова к серьезным отношениям. Бесстыдник, свинья, наглец. Ты зачем шпионишь за нашей Глоритой? Минуточку, синьора. Все не так, как вы думаете. Я объясню. Нет, я вызову полицию. Полиция, здесь преступник. Синьора, я обычно этим не занимаюсь, простите меня. Никакой я не преступник. Доброй ночи. Был рад познакомиться с вами. Успокойтесь, все в порядке. Шпана! Я понимаю, что ты боишься своих чувств, Блорито. Я понимаю. И зря. Во мне ты найдешь все, что тебе нужно. Ты найдешь понимание. Поддержку. Я знаю. Любовь. Я знаю. Защиту. Я все это знаю, Борис. Я считаю тебя замечательным человеком. Ко мне еще никто так не относился. А ты даже ничего не требуешь взамен. Обещаю, что я не потребую. Глорито, если ты сама этого не захочешь, я очень тебя люблю. Я тоже тебя очень ценю. И не хочу, не хочу причинять тебе боль. Тогда дай мне ответ. Мой ответ. Мне нужно время, чтобы подумать. Итак, мои пончики, я хочу всех вас увидеть на гишон. Винстон. 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 Винстон, решай. Правда? Или желание? Желание. Желание. Все, 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 потише. Я не признаю давление. Желание. Только пусть она сама, сама решит, что я должен сделать. Пусть сама решит. Я хочу, чтобы ты показал стриптиз. Ты должен раздеться, проявив фантазию. Значит, это то, о чем я подумал? Нет, Винстон, ты должен танцевать, как бы слегка соблазнявая и быть очень пикантным, когда будешь что-то снимать. Ну что, выполнишь мое желание? Пусть сама решит. Я вам нравлюсь? Не слышу. Что здесь происходит? Папа, разве не знаю, мы должны приехать? Где их носит? Я велел им быть в десять, а сейчас уже почти одиннадцать. Мой цыпленочек, успокойся, наверняка они сейчас приедут. Пойдем в постель. Дело в том, что я не люблю, когда мне не подчиняются. Не люблю. Лучше я их поищу. Тито, ты что, собираешься ехать в такое время? Для этого у тебя есть Вальбуэна. Он присматривает за девочкой, как ты и приказал. И все же я беспокоюсь, а вдруг с ними что-нибудь случилось? Сейчас они приедут и объяснят, что их так задержало. А тут еще этот идиот Вальбуэна сломал свой сотовый. Иди ко мне, красавчик, успокойся. Не настраивайся против этого парня. Пусть он несколько наивен, не собран и не воспитан, но он хороший человек. К тому же девочка, наверное, что-то не успела и, зная твой характер, не решилась позвонить. Идем в постель. Я утешу тебя. Иди за мной. Ты так спокойна. Идем. А я нет. Вы совершенно не уважаете мой дом. Нет, нет, сеньор. Вы не так поняли, мы просто играли. А вы, сеньор, будьте добры, немедленно покиньте мой дом. Да, сеньор. Идем, Виктория. Минуточку. Что за наглость? Мы с вами не знакомы. Вы все слышали, сеньор? Убирайтесь из моего дома. Или мне полицию вызвать, чтобы вас посадили за растление малолетних. Меня? Вас? Или вы хотите сказать, что эти невинные дети расслевали вас? Боже мой, сеньор. Да не. Вон. А вы, сеньорита, сейчас же пойдете в свою комнату. Вы наказаны. Папуля, ну я всего лишь... Без возражений. Прошу вас, расходитесь по домам. Дон Северо, простите нас. Это ничего не изменит. Тебе лучше отправиться домой и подумать о том, что здесь случилось. Да, сеньор. Борис, спасибо, что заехал. А тебе, Глорита, за то, что выслушала, и прости, если что-то было не так. Не волнуйся. Борис, я не хочу, чтобы ты вот так уезжал, правда. Мне будет очень жаль, если наша дружба пострадает. Серьезно? Ну, конечно. Как ты можешь думать, что я в состоянии на тебя обижаться, Глорита? Ты попросила время, чтобы подумать, и ты имеешь на это право, конечно. Мне было бы тяжело, если бы ты сделала это, чтобы не огорчать меня отказом. Борис, прошу тебя, я на такое не способна. Наоборот, если бы это было так, я бы сразу сказала. Спасибо, Глория, спасибо. Но я хотел тебя попросить еще об одном. Я слушаю. Послушай, постарайся сегодня ночью все обдумать, спокойно проанализировать, чтобы завтра дать мне ответ. Завтра? Только, пожалуйста, не думай, что я на тебя давлю. Нет, Борис, ну что ты мне такое и в голову не приходила. Только я не знаю, что тебе сказать. А знаешь, ты прав. Если долго думать, будет только хуже. Да. Это означает, что... Что мы поговорим завтра. Хорошо, отлично, значит, завтра. До свидания, Глорито. До свидания. Повеселились классно, да? Да, особенно в конце было мило. А здорово было увидеть тебя голым. Ну, почти голым. Жалко, что нас застукал. Друг моего папы. Что? Он друг твоего отца? Именно так. Вестовой. Нет, господи, вот ужас. Этот сеньор, наверное, уже позвонил генералу. Знаешь что? Уж лучше я в бега подамся, чем меня отправят в штрафную роту. Винстон! Винстон! Мне было приятно с вами познакомиться. Передавай привет сеньоре Глэдис. Увидимся в следующей жизни, когда я стану собакой. Потому что с этого момента жизнь моя станет собачьей. Бальбуэна, не будь придурком. Куда ты? Я же сказал, мне не остается ничего другого, как бежать. Не знаю, может, в братскую Венесуэлу подамся. Ну, идиот же ты. Не бойся. Я все возьму на себя. Это что, шутка? Думаешь, я тебе так и поверил? Как только появился папочка и устроил скандал, ты от меня отреклась, как будто и не знаешь. Послушай, если бы ты хоть немного призадумался, то понял бы, почему я это сделала. Ладно. И почему? Интересно. Если бы я сказала, что мы знакомы, об этом сразу же узнал бы мой папа. Ты представляешь, что бы он сделал, если бы узнал, что мой любимый вестовой танцевал стриптиз перед его малышкой? Поэтому умная девочка Вики все отрицала, чтобы отец Каты решил, что ты мистер Икс. Некий второсортный стриптизер, которого пригласили дать представление. А ты, пожалуй, права. Теперь понимаешь, что все совсем не так, как ты думаешь. Это значит, что если генерал что-то узнает, то не свяжет меня с вашей воргией, да? Вот именно. Ну что, успокоился? Честно говоря, да. Успокоился. Тогда едем, потому что папа, наверное, уже волнуется. Да, да. Едем. Мы едем? Да. Виктория, большое тебе спасибо от всего сердца. Ты меня просто спасла. Не расстраивайся, Вальбуэно. Через пару дней устроим новую вечеринку. Я знаю, что поздно, Рамона. Но я не могу заснуть. Нет. Не только он. Они оба лишили меня сна. Один, потому что слишком на меня давит, а другой... Я даже не знаю, что я чувствую, Рамона. Рамона, что мне делать? Борис признался, и завтра я должна дать ответ. Я терзалась сомнениями, и, как выяснилось позже, не без оснований. Ведь Борис ввел меня в заблуждение. Я считала его очень воспитанным, особенным и внимательным. И в то же время меня беспокоила его настойчивость, его нетерпение получить ответ. Он пугал меня. Я не хотела его обижать. Но и да, сказать не могла. Ведь каждый раз, когда я видела Эстебана, у меня земля из-под ног уходила. Хотя одна вещь была для меня ясна. Эстебан Марин не испытывает ко мне того же, что я к нему. Быть с ним нереально. А вот Борис, он реальный. А я так устала от одиночества. Я так устала от этого. Не сердись. Я имела в виду ситуацию, когда рядом нет мужчины. Ты поздно вернулись, синьорита. Я сказал тебе в десять, а уже одиннадцать. Привет, папуля. Ты разговаривал с папой Катой? Нет. Как я мог с ним говорить, если он в отъезде? Я просто так спросила. Итак, я слушаю. Что с вами приключилось? Папа, почему ты сердишься? А потому, что когда я отдаю приказ, он выполняется. Я так и сказала, папа. Я была готова выехать, чтобы быть дома к десяти. И что же случилось? Не знаю. Спроси у него. У меня? Я пойду спать. Похоже, я перезанималась. Это несправедливо, что ты меня ругаешь за то, что я не делала. Иди сюда, дорогая. Прости меня. Я беспокоился, думал, не случилось ли чего с моей доченькой. Иди теперь спать. Иди. Я люблю тебя. Генерал, я, пожалуй, тоже пойду, поставлю машину и закрою. Нет, вы, Вальбуэно, сейчас же расскажете мне, что случилось. Привет, Эстебан. Говорит, твое полуночное солнце. Привет, Соль. Я помешала? Ты со своей девушкой? Конечно, я позвонила. Я должна была узнать, кто был рядом с ним. Тут на ум приходит какая-нибудь модель, ставшая вдруг популярной. Но что это Глория Вальбуэно, я и подумать не могла. Нет, я один. Все вышло не так, как я надеялся. Какая неприятность, Эстебан. Ты не представляешь, как мне жаль. Но еще не поздно. И если ты захочешь, все еще можно исправить. После того, что я увидел, я в это не поверю. Эстебан, мне так грустно слышать этот голосок. Ведь меня действительно заботит твое счастье. Знаешь, мне кажется, что ты ищешь не там, где нужно искать. Подожди секундочку, в дверь звонят. Странно, я никого не жду. Сейчас. Привет, дорогой. Я проезжала мимо и подумала. Не поеду дальше, не повидавшись со Эстебаном. Не помешала? Нет. Нет, проходи, Дебора. Рад тебя видеть. Послушай, Соль, давай лучше продолжим нашу беседу завтра. И какова бы ни была причина твоего беспокойства, забудь об этом, ладно? Пока. Я тебя удивила? Ты? Как всегда? Это приятный сюрприз или неприятный? Это зависит от тебя. Отчаяние – это очень сильное чувство. Оно помутняет рассудок и заставляет действовать, не думая. Именно это со мной случилось той ночью, после неудачи с Глорией. Все составляющие коктейля были на лицу. Отчаяние, ревность, тоска, одиночество. Я представлял, что Борис сейчас с Глорией, и в это время в дверях моего дома появилась Дебора, еще более прекрасная, чем обычно. Что я могу сказать в свое оправдание? Что, не говорите, но тогда мы с Глорией были друг другу никем, как и сейчас. И я сделал то же самое, что любой другой на моем месте. Продолжение следует...